Так, я походу иду к ребятам с завода. Продолжение следует... Понедельник, это значит, что выходные, вы долго ждали продолжение этой части. Извиняюсь, я просто не усынил, что предыдущий эпизод был седьмым и забыл сказать всем хороших выходных из пятницы. Ну, хотя бы хороший начал будней недели, а у меня получается так... А у меня уже получается сегодня, в теории, в теории, ну не в бою сегодня, а в ваше сегодняшнее, у меня начинается этот рабочие будние дни, то есть отпуск кончился. Я из будущего, с прошедшим отпуском тебе и приятных мук. Ну ладно. Продолжаем. Но по традиции сначала, не забудьте подписаться на наши социальные сети и ссылочки в описании, так вы получите доступ ко всем оповещениям и будете в курсе ближайших событий. Там же еще и расписание публикуется. И, конечно же, ребят, не забудьте, что есть возможность поддержать канал Донейшнам, если есть желание помочь скопить на новогодний подарок. Ну, мы частями формируем все это дело, поскольку новогодний подарок у нас большой будет. В лице нового ноутбука. Но я тоже откладываю, не переживайте, я тоже откладываю. Так что все собираем, всем миром. Я в том числе. Ну, а так, ребят, продолжаем. Вебку выключаю. С вами не прощаюсь. Лара, погнали. Надо еще две вышки доставать. Две вышки. Едь, идем. Так. В прошлый раз мы с вами тут оружие. То есть я ничего не отключал, она как вот так вот работала, так и работала. Так. Красивая доска. Нет, реально, доска очень интересная. Надо найти пленника Константина. Он наверняка что-то знает. Да найдем. Только сначала видишь, что у нас, сколько работы, сколько забот. Идем сначала здесь определимся. А, черт, мне туда и надо. А мне туда надо. А я могу забраться вот? Так. Рядом дом испытаний. Еще одна, что ли, гробница? Вон там, вдалеке. Ладно, доберемся до туда тоже. Так. А это туда. Я могу, конечно, попробовать допрыгнуть. Но вероятность, что получится крайне низко. Это спуск вниз. Мне нужно какое-то снаряжение. Что-то все дело вырубить. И в этом проблема. У меня его нет. Может... Так. А вот до той высоты-то я как-то ж могу, наверное, тоже добраться? Ладно, давайте попробуем до тут добраться. Вот до той вышки, мне кажется, добраться вполне возможно. И вполне реально. А, Лара... Давай не тупи. Тут еще охотничий сезон там с вами устраивать, кстати. Строго говоря, опять же. Нам как бы туда, к лагерю. Еще рядом гробница одна. Так. И последняя. Последняя у нас вон там. Как до нее добраться, пока не представляю. Ну, сейчас представим. А. А мне кажется, что это грунтый камни какая-то неестественная. Мне вот тоже так кажется. Так. А там спуск сверху есть еще дополнительный. Нет, Лара, давай-ка наверх пока. Ммм. Давай-ка. Вот здесь пока походим. Посмотрим, что тут есть у нас. Ага. Так. Туда не залезть. А вот сюда вполне можно. Где эта гробница? А, вот она. Ну, да не далеко. А это ягу... Тут ягуар обитает. Да вы издеваетесь. Что тут еще обитает? Вот тут в теории я могу как бы попробовать туда добраться. Давайте попробуем. А. Ясно. Значит, тут только альпинизм получается. Значит, получается, тут только Ларин альпинизм нам поможет. Ну, допустим. Давайте поэкспериментируем. Нам не будут давать в первый же раз задания, которые Лара бы не могла бы сделать. Это было бы слишком тупо. Для разработчиков. Значит, она сделать его как-то да может. Значит, она его сделать-то может. Просто непонятно, каким образом пока что. Вот и все. Давайте исследовать гору. Вот, к примеру. Для чего... Вот здесь сделать вот такую залезку? В этом нет смысла. Так? Если только тебе не нужен... Путь. Это дёготь? Да ладно. А, вот он! Вот и нашли дорогу. Как я тебя не узнал? Вот и нашли. А Ларчик просто открывался. Так. Нам, скорее всего, вот сюда надо. Ну, точно! Вот и нашли дорогу. А я в прошлый раз гадал. Так. И зачем здесь такое вот закрытое восхождение? Не для красоты же? В конце концов. Нашли главное. И это хорошо. Нашли и хорошо. Так, спокойно. Лара, танцевать танцую. Да ладно тебе! Ты уже в этом... Здесь греешься на этом морозе. Тут ещё и дёгти, кстати. Тут очень много дёгти. Меня это бесит. На хуя вам тут столько дёгти. Советщина. Вот и нашлась последняя пропажа. Так. Ну и отлично. И теперь давайте зад... Но сдадим задание. Стоп. А, это голуби. Я... О, вот, кстати, вот ещё. Я просто не хочу упускать материалы. Ни тростинки не упущу. Красота. Можжевельника у меня полно. Советских флагов тут полно. Но я ничего не могу срезать. О. О-о-о. А что является её слабым местом? А-а-а. Ещё одна пещера. Но мы сначала с вами вот в эту зайдём, потому что я её уже открыл. Прежде чем мы пойдём с вами. Всё-таки испытание мы нашли одно. Так. Чёрт, даже у меня сейчас немножко проседает. Наверное, дело в снегу. Всё, дело в снегу. А это только поджигатель. А у меня нет поджигательных снарядов. У меня для розжига нет ничего. О-о-о. Мы оказались глупцами. Беспечными, самонадеянными дураками. Хотели остановить их. Красная армия превосходит нас числом. Их оружие лучше. Они упорны. Многие из моего народа и я в их числе оказались в плену. Нас заставили работать в недрах нашей же горы. Рано или поздно они узнают о нашей тайне. И мы должны быть к этому готовы. А вы чего думали? Прошла армия, которая остановила чуть ли не самого Удольфа Гитлера. Сочетая, конечно, со целым миром. Не будем отрицать этого факта. А я не надеюсь на что-то. Какая отмычка, Лара! Какая, блядь, отмычка. У тебя лом. Ледоруб. Вот ты им сейчас пользуешься. О! Черт, убежала. Ты закончила? Уничтожила все передатчики? С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. Отмычка! Самодельная отмычка. Пригодится Ларе для вскрытия замков на некоторых сундуках и дверях. Благодарю! Где ж ты был? Множественные задания. Возвращайте с персонажа, выдающие задания. Позднее можно получить дополнительные задания. Задания доступны всегда. Аллилуйя! Аллилуйя! Ну? Есть задание? Нет задания. А если найду? Ха-ха-ха-ха. Ладно. Я переключусь на лук. И будем по-тихому, не спеша... Идти сюда. Так, тут тоже есть что сковать от... Тут все есть что сковать отмычкой. Я знаю, что тут везде гробницы находятся. Найдем все. Скорее всего, где-то внизу. Во льдах. Видите? Целая льдина на поездку. Ну, плюс тут еще такое... Перебежка. Давайте попробуем. О! Нет, не берет. Что это? Это склеп. Ну, мы склеп нашли. Но сейчас мы сначала пойдем в тот, который я уже открыл. Потому что пока те белые, я буду их видеть. Иначе просто буду... И к тому же я в него случайно зашел. Просто в него буквально зашел. Ну, благо у нас теперь есть отмычка. Мы можем, кстати, вернуться еще туда. Мы, наверное... Можно воспользоваться в выстромствах... О! Да ладно. А вы что-то лежите такие беспалевные? О! Товарищ! О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Идиот! Я по... М-да уж. Ха-ха-ха! Последняя волчара! Последняя, между прочим! Да, я не перезапускал. Ничего пока что... Так что да, она реально последняя. А что она убегает? Я отравлен. Что бояться-то? Вон там на вышке что-то есть. Зайдем, заберем. Добро все равно есть. Так что... Сначала сюда. Ай, Слара! Ну серьезно! Серьезно! Там не поймут. То ли свои, то ли не свои. Так. Есть. Как это выдерживает? Дерево же все-таки. Да мороз. Так, я вижу еще. О! Есть точка спуска? О! Хорошая точка спуска есть. Прекрасно! Много чего забрали. Хорошего и вкусненького. Это мне нравится. К чему такая боевая музыка? Не понимаю. Ага. Песик, ты мой. Последнее слово, шавка! Надо, кстати, прокачать реально вот эту выносивость. Две волчьи шкуры. Две волчьи шкуры. Кто хочет две волчьи шкуры? Хорошие шкурки. Не дорого. Две волчьи шкуры. Вот здесь она находится. Прямо вот напротив. Где-то тут вход должен быть. Так. Это загонщик. А тут должен... Вот она. Вот, нашли. Идемте. Ищерка! Привет. А. Заметьте. Старые каски советских шахтеров. Даже жуткое. Что там? Найдены секреты. Давай изучим. Я, конечно, вскрыл эту гробницу. А, тут заваленный вход. Пролезать не будешь, да? Так, добыли. Так, ну это вход с другой стороны. Это обходка. То есть, я ее что, уже изучил, что ли? Все? Подождите. Как мне ее посмотреть? А-а-а-а. Я нашел общемировую карту. И там еще несгораемые ящики. Так, ребят, нам есть еще не зачем задеться. В общем, мы нашли очень ценный предмет. Цена гробницы оказалась... Он просто резвился, да, значит, получается? Может, когда они крутятся вокруг, они просто резвятся. Так, это альтернативная дорога, я так понимаю, да? Там древко. Привет, зайчик. Ну, а он пусть бегает. Я его просто случайно спугнул, я не хотел, но... Я его спугнул, сам виноват. Так. Пусть будет запас. Древко возьми. Ну, кстати, такое красивое озеро, если так уж глянуть. Реально красиво, мне нравится. Сухостой. Скорее всего, внизу. Но туда я не хочу. О! Зайц-беляк. Вот это экзотика. Чёрт. Ладно, сам виноват. Надо просто уметь выжидать, а я не умею. Так, в неё я попал. Потом по следам крови отслежу. Вот. Подо мной буквально находится. Пока что это никак не опустить. Ладно, будем в курсах знать, что здесь это просто возможность есть. Ну, я прокачал выслеживание с вами по хорошему уровню. Надо только... Идти по следам. Знать бы ещё, куда эти следы ведут. А я даже пятна крови, кстати. А, кстати, а почему пятна крови не отображаются? Немного обидно, знаете ли. О! Входим, боезапас большой, комплект всего есть. Рядом гробница. Говорят. Ну, вот одну мы нашли. Кстати, вот здесь же ещё есть огнеупорный комплект. Давайте им тогда займёмся. Этот уж мне точно доступен. Он наверху. Его достать для меня несложно будет. Так, Ларыч. Какая крепкая у него хватка. Давай! Советский. Разблокирован. Пистолет разблокирован. У нас в лагерь. У нас снова пистолет разблокирован. Прекрасно. Так, что у нас ещё теперь? Здесь есть. Тут очень много чего есть. Аварийный тайник опять же. Хочу посмотреть. Нет, нет, нет. Наверх, наверх. Чё ты так крапкаешься? Боевого ножа вот нету. Тоже обидно. А он был внизу, кстати. Ладно, идёмте за тайником. Потом спустимся в шахту. Вот в эту, которую мы открывали бревном. Это птицы. У меня птичьих перьев пока достаточно. О! Сколько древки здесь. Сейчас наберём. О, всё. У меня перебор, да? Вот здесь. Давай, Рой! 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 Серьёзно? Так, я, походу, иду к ребятам с завода. А-а-а! Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Ну, или что-то прекрасное. В зависимости от того, с чьей страны посмотреть. О! Давай, Лара, поморозься на фоне с Лениным. Не знаю, почему-то мне хочется именно это петь. Так. Полуавтоматический пистолет у нас какой-то новый появился. Так. Апекс, Нокс, Шквал. Нет, это был уже. Шквал был. Апекс, Нокс, Лунная Тень, Крупнокалиберный Яд, Полуавтоматический... А, вот он, полуавтоматический пистолет. Скорость боезапаса и скорость стрельбы великолепна, но урон низкий. А как выглядит? А, это классическая пушка Лара! Нет, я буду всё-таки с Лунной Тенью. Да, боезапасы... Скорость стрельбы с боезапасами пониже будут, но она сама по себе хороша. А, ну... У нас с вами ещё прокачка доступна хорошая. Полуку есть что? Нет, полуку пока всё. Ремесленных инструментов пока нет. Ладно. По пистолету куда лучше у нас. Дульный тормоз сможем... Скорострельность уменьшать отдачу. Отдача вообще большая проблема сейчас. Давайте я сдачу. Красота. Кстати, Лар, вот так сохрани позицию. Красота. Так... Подождите, я просто хочу её сфоткать. Во-во-во-во-во-во, Лара, держи-держи. Держи вот так. Отлично, молодец. Так, теперь здесь давайте. Боец. Атака с уклонением. Выходя из строя урагов брони во время наншавки кнопку игр. Преклонение. Опытный дуэлиант. Продлено время для проведения атаки с уклонением. Повышает количество опыта, получаемого в случае успешного удара сбоку. Боёвка, скорее всего, сейчас впереди будет, но... Мы пока что уходим. Возврат стрел. Получить шанс, сделающий стрел из тела врагов, убитых выстрелами из лука. Вот это надо. Это экономия. Звериное ощутьё. А, подождите, это у меня есть. Извиняюсь. Двойной выстрел. Одновременно выпустить две стрелы, две разные цели. Для этого выберите эти цели. При... Полностью натянутой ТВ осуществлять прицель... Подождите, я могу выстрелить в два врага одновременно. Вот это мне нравится. Мертвенный обзор. Когда вы поймаете прицел голову врага, появится индикатор. Вот это, кстати, интересно. Виртуозность. Убивайте врагов сериями приёмов. Выстрел в голову, бесшумный убийство или смерть с небес, чтобы заработать больше опыта. Чем длиннее серия, тем больше награда. Ну, это по мне. Вы знаете, я целюсь в голову. Народите больше природных ремесленных ресурсов. Искусство выживания. Народите больше искусственных ремесленных ресурсов. Давайте виртуоз. Я всё равно целюсь всегда в голову. Мне как бы не привыкать уже. Ну, в принципе, неплохо. Так, по рюкзаку. Боеприпасы. Так. Изготовить по максимуму. Изготовить по максимуму. Пусть будет. Как раз здесь ещё и пропаганда у нас. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Лара, можно я почитаю самолично? Здесь написано. Вечная слава героям, которые боролись за свободу и независимость Советского Союза. Где ты прочитала вот эту фразу пропагандскую? Здесь просто вечная память. Память уважения. Я не понимаю. Это к фрескам так, понимаете, относится, да? Ну, это нам комета понадобится. Скорее всего, нам её дадут в Китишграде. О! Вот это, кстати, мы вас видели. Тайник с монетами. Они серьёзно? Советская Стелла! Советская Стелла говорит, идите найдите монетку. Но... Ребят, я, конечно, понимаю, что придираюсь. Но опять же я придираюсь. Какое слово... А что отсутствует? А, нож. Лара, нахуя пошла... Ладно, чё я её сужу сам? Тоже без ножа. М-м-м, грибы. О! Бедняги сидят, конечно, в ужасе. Но чё поделаешь. Сами выбрали своё направление. А могли не выбирать. Рой, рой, рой. Отлично. Сейчас, наверное, мы с вами так много всего наберём, что у меня просто уже ничего не останется. Пока что я не могу не опустить. Ещё аду нашли. Она поражается, кстати, на карте? Она как бы есть, но как бы нет. Это объясните. Я туда не вошёл ещё. Вот тут есть пещера. Она, скорее всего, идёт сюда. Давайте тогда мы сейчас, знаете, как сделаем? Мы с вами... Коль, что мы недалеко пока от лагеря. У нас есть отмычка. Давайте вернёмся... В ту секцию. Там же тоже у нас... Можно быстренько пройти. Всё посмотреть. Всё пошерстеть. Ну, чтобы мы могли сразу забрать всю отмычку. Давайте. Телепортируемся, потом обратно. Вот здесь. Это чисто, конечно, базовый лагерь. Да, я... Давайте сначала сюда. Если не получится там пройти, потому что там должен быть проход. Насквозь. В любом случае. Там должен быть проход насквозь. Если не получится, то мы с вами... Пойдём тогда другим окольным путём. Как раз мы с вами успеваем ещё по времени. Наверное, изучим ещё эту гробницу внизу. Что будет, в принципе, прекрасно. Здесь Константин. Тот, который напал на меня в Сирии. Он ищет цветой источник. С ним целая армия фанатиков. И они далеко впереди меня. Чтобы добраться раньше до затерянного Китежграда, придётся пробираться в старый лагерь. Это единственный вариант. Но мы пробираемся и так всеми путями окольными и неокольными. Нам как бы в тюрьму, конечно, надо. Но пока туда не суёмся. Пока туда не суёмся. Сейчас мы сначала просмотрим все гробницы, все точки, все кочки. Всю красоту местную. Чтобы нам просто точно убедиться, что всё, что могли собрать, мы собрали. Причём, заметьте. Я телепортируюсь на новое место. Они даются. Причём, знаете, что самое забавное? Я игру не выключал. То есть, в теории, эта зона должна уже быть прогружена давным-давно. Но что-то, вот что-то, через что-то, через белое колено, через северное тлено, она что-то долго думает. Ну ладно, подождём. Давай уже. Лара, я здесь. Я тут. Ну хоть бы, знаете, мне не давало что-нибудь почитать. Не люблю вот эти долгие прогрузки. Хотя я заметил, когда мы с вами бегали по различным локациям, что-то исчезало, что-то появлялось. Возможно, это глубина прогрузки работает. Мы были слишком далеко от этого места, и оно сейчас просто полностью восстанавливается, а базовый советский лагерь сейчас попросту исчезает. Ну, скорее всего, так оно и делается. Меня, знаете, что такое бесит? Почему нам не дали отмычку сразу? Ну, хотя, тогда бы мы туда не возвращались, это было бы логично. Всё. Окно установили. Мой респект. Во! Гад, видите? Есть. Сейчас всё есть. И никаких проблем. О, забрали. Давай, Лара, открывай. Дверка старая, должна податься. О-о-о. О-о-о. О-о-о-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут что у нас? Лагерная карточка одного из заключённых. Ну-ка. Выдано 10 января 1940 года. Да, как раз с тема ГУЛАГа ещё работала. Действительно. По 31 декабря 40-го... Выиздевает. А! 31 декабря 40-го года, извиняюсь. Личная подпись. Украинская СССР. Николаев. Город. НКВД Украинской СССР. Управление НКВД по Николаевской области. Удостоверение 380-е. Кульбякин. Алексей Николаевич. Ну, хоть где-то... Хоть где-то... Они, видимо, скан сделали. Состоял на службе в управлении НКВД по Николаевской области в должности Оперуполномоченного. Стринничков. Ял. Ну, в общем, лагерная карточка НКВДшника Оперуполномоченного. Ну, в общем, это... Он здесь работал. Он не сидел. Грибы. Они тут хранили грибы. И все. Нет, ну, мы, конечно, много чего получили. Я не спорю. Много чего полезного нашлось. Все хорошенькое. Все прекрасненькое. Тут, по-моему, еще где-то проход был. О, стоп. А, показалось. Тут где-то еще дверка была, я помню. Так, ну, там мы не пролезем. Там тоже. Дайте я вот здесь посмотрю быстренько. Но тут вроде тоже никаких проходов не было. Так что... Пока рано. Ладно, давайте спустимся по старому доброму маршруту, уже пройденному. Так, спустимся по старому доброму. Такое ощущение, будто... Кстати, мониторы все еще работают. Удивительно. Тут такой жар пышет. А, им хоть бы что. Ладно, поехали спустимся сейчас тогда по старой доброй традиции в новый лагерь. Едем вперед. Так. То есть, у нас сейчас с ресурсами вообще проблем нет. Это меня радует. Так. Ага. А это там. Ну, там пещера, и она внизу. Что-то мне не хочется, конечно, спускаться. Пока что... Давайте тогда мы с вами... Так. Давайте сначала в скреп войдем. Во-первых, он рядом. Идти недалеко. Так. Во-первых, скреп рядом. Идти недалеко. Так. Вот проход. А, уже... А, уже 45 минут. Да ладно. Ну, что ж. Давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим, ребят. Я продолжу сейчас параллельно все это дело записывать. Так что, ребят, не забываем ставьте лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. И социальные сети также все ссылочки в описании. Ну, а с вами был Альберт Вескер. ЛараКрофт. Прекрасный началы недели. И всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.